Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает партнеров к более прямолинейным действиям. Он хочет, чтобы страны НАТО помогали перехватывать российские ракеты над Украиной и позволяли Киеву использовать западное оружие против скапливающейся вблизи границы военной техники противника. «Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять, дать отпор в небе. Вы не можете предоставить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к ПВО. Этого тоже нельзя предоставить? Ф-16 предоставить пока не можете. Поэтому мы возвращаемся к тем самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимайте их. Они есть. Используйте их. Сбивайте цели. Защищайте мирных жителей». Глава украинского государства выразил уверенно, что страны-альянса могут это сделать, и это не будет считаться вовлечением войну. «Сбили бы ракету, которая потенциально могла бы взорвать газохранилище, откуда газ транспортируется в страны НАТО. Это их защищает? Да. Или они сбили бы ракету, которая потенциально могла бы поразить мирное население страны НАТО. Это их защищает? Да». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями. «Нет никакого юридического безопасного или морального аргумента, стоящего на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют. Мы уже много раз слышали аргумент о необходимости избегать эскалации. Но за последние два года единственной стороной, занимающейся эскалацией, является Российская Федерация». С начала полномасштабного вторжения западные партнеры предоставили оружие Украины для борьбы с российской агрессией на украинской территории. Эксперты объяснили эту позицию опасением обострения со стороны России. «Это ограничение является одной из причин, почему Харьков так страдает. Если бы Украина могла наносить удары по российским войскам, стоящим прямо через границу, Россия имела бы гораздо большие материально-технические проблемы перед началом этого наступления. Если бы мы позволили Украине стрелять по российским самолетам, которые находятся в российском воздушном пространстве и запускают кроватые бомбы, которые убивают людей, в Харькове погибло бы меньше людей». Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета. В интервью изданию «Голос Америки». Комитет по разведке палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине. Законодатели также заявили, что поддержат предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.